Сегодня у нас разговор может быть вполне теоретическим. Конечно же, этот вполне теоретический разговор хорошо бы сопровождать некоторые демонстрации, но что поделать, я попробую справиться с доской. И к выходным я сделаю кое-какие простейшие примерчики. Слава Богу, на сегодняшней лекции не планировалось ничего с точки зрения практики сложного. А разговаривать мы сегодня хотели начать про дисциплину разработки, про систему контроля версий, про вот это все. В качестве примера я хотел привести без особого объяснения программу, которая работает на ДТК, но вот именно это можно взять просто в документации ДТК. И поэтому, наверное, можно посвятить сегодняшний разговор исключительно аспектам разработки, а практику оставить не надо. В чем идея? Если кто-то из вас когда-либо писал программу, вы могли заметить, что за исключением каких-то мелких домашних заданий, почти никогда не бывает так, что программу пишете за один раз. Вот. То есть есть в жизни каждого из нас период, когда программирование – это такое немножко, ну что ли, решение задачек, да? Вам дают задачку, он специфицирует вход-выход, вы садитесь, значит, 10 минут думаете или полчаса думаете, или час думаете, в зависимости от сложности. Потом еще столько же тратится примерно на написание кода, потом еще столько же на оплату, программа готова, все, спасибо, всем до свидания. Вот. Как только речь идет о том, что вы пишете свою программу более чем за один присест, сразу возникает вопрос о том, как сделать вот этот процесс написания и гарантированный процесс написания. Вот. Понятное дело, что у нас, с одной стороны, выступают всякие текстовые редакторы, вот это все – это то, чего мы рассматривать не будем. Я думаю, что с программистскими редакторами и с интегрированными средами разработки здесь все более или менее знакомы. А вот в том, как именно себя вести по отношению к исходному коду, который вы будете продолжать завтра и послезавтра, и, возможно, через месяц, а, возможно, через год поднимите его и сдадите еще по-другому прав. Вот. Вот в этом есть много разных хитростей, вот, про которые хочется поговорить. Значит, изначально, если мне не изменяет память, исторически была система, которая называлась RCS, revision control system, и ее задача была всего лишь, всего лишь, размечать исходные файлы в виде комментариев в них. Исходные файлы были почти наверняка на оси, поэтому, значит, этот самый RCS различал не так много разных видов комментариев. Значит, размечать исходные файлы таким образом, чтобы в каждом из них был, условно говоря, серийный номер его. То есть, внутри каждого файла, вот эта самая система RCS, это R, RCS, revision control system, выкладывала некое число целое, которое только росло. Это число называлось номером ревизии файла. Вот. И, таким образом, решалась задача упорядочения всех возможных версий файла, там, с именем что-то такое в точке си. Вот. Для того, чтобы понять, когда люди встречались друг с другом, это было все еще в прошлом тысячелетии, и интернетов тогда особо не было. Вот. Когда люди встречались друг с другом, показывали друг другу исходники вроде как бы одной и той же программы, а там, значит, исходные тексты, файлы с исходниками, немножко разных ревизий, и у кого новее, значит, тот, видимо, счастливый обладатель более новой версии, а у кого старее, каждый файл более стал. Вот. Там возникали проблемы совместной разработки, но про них мы будем говорить чуть позже. Вот. Значит, исключительно версионирование решало ровно одну задачу. Версионирование. Вот. Понятное дело, что в те времена, когда информационная связность была низкая, и задача сравнения версий встречалась очень, ну, довольно редко, да, вот. Ну, вот я описал реальную ситуацию. Люди приехали со своими, значит, магнитными лентами, на которых записаны исходники, на конференцию, и там их на компьютере загрузили, и то, и другое, и сравнивали. Вот. Ну, довольно быстро стало понятно, что, стало понятно, что одним только версионированием дело не должно обойтись. Почему? Потому что, во-первых, если у вас есть некий, если вы разрабатываете некую программу, то чуть ли не второе, чуть ли не первое желание, да, которое вас посещают, когда вы доразрабатывались до того, чтобы все испортить. Хочу откатить назад. Да? То есть, дело не только в том, что должны быть версии, но еще хранение истории. Значит, в случае RCS вы должны были организовывать это дело самостоятельно, то есть, грубо говоря, создавать каталог с предыдущими ревизиями файлов или использовать специальную файловую систему, которая хранит ревизии файлов, такое тоже есть. Вот. Кстати, до сих пор живо. То есть, предполагалось, что у вас файловая система будет, если файл с одинаковыми именами, вы пишете, записываете файл с тем же самым именем поверх предыдущего, то... Сохраняется ревизия этого файла, предыдущая, и они все как бы очень быстро загаживают диск, потому что в те времена, когда такое практиковалось, диски были маленькие, а файл большой. Ну, файл по отношению к ним будет большой. Ну, вот. Сейчас мы немножко больше звука сделаем. Ну, так вот. Значит, хранение истории. Тут было написано хранение, это неправильно. Восстановление из истории. Из истории. И это очень полезная фича, когда вы говорите, все, я все испортил, давайте мне предыдущий вариант. Причем, как только речь заходила об хранении и восстановлении, разумеется, сразу появлялось желание хранить историю и восстанавливать историю не по файлово, а как бы всего дерево файлов. Понимаете, да? Вот у вас есть программа, которую вы пишете, она стоит там сто пятьсот файлов на, не знаю, на питоне. Вот. Вы ее, значит, хакаете, 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 и потом все, я все испортил. Хочу предыдущее состояние моего проекта, в котором все работало, а не так, как сейчас. Соответственно, помимо файлов, помимо того, что у вас хранение вот этих версий, что ваша система контроля версии начинает хранить эти версии, а не только их учитывать, помимо того, что она способна выковыривать из истории более старые файлы. Она еще должна иметь представление о том, ну, грубо говоря, что такое состояние проекта. Ну, вы понимаете, да? У вас есть вот эти самые сто пятьсот файлов, сегодня вы поменяли три, позавчера поменяли два, позавчера еще один, оставшиеся сто пятьсот минус шесть не трогали, вот. И если вы внезапно забыли, какие вы файлы поменяли, то не очень понятно, как восстанавливать то состояние, в котором программа работала. В общем, должны быть какие-то, даже не знаю, как это правильно сказать, вот у нас есть несколько файлов, есть история по времени их изменения. Да? Вот это файлы. А это время. Это время, а это файлы. Вот. И вот у вас в какой-то момент вы сказали, вот давайте попробуем собрать, потестить проект, собрали его, потестили. Ну, скажем, вот это происходило вот сейчас, во время, когда вы исправили файл номер два. Вот. Соответственно, вот этот снимок с состоянием вот этого файла номер три на вот это время и с состоянием файла номер один на, удивительное дело, вот это же время. Нет, да, ну вот это же время. Вот этот снимок, это и есть то, что вы хотите получить после того, как все испортили вот здесь. Понятно, да? То есть состояние вашего проекта на какой-то момент времени, в котором он был хорош. Вот. Такие штуки можно называть по-разному, можно называть действительно снимками, можно называть бранчами, ветками, можно называть снапшотами, это то же самое, что снимок. Можно называть, я еще забыл чем, но идея состоит ровно в том, что как только вы начинаете хранить историю, вы хотите хранить историю, скажем так, фронта разработки, а не только каждого файла. Вообще говоря, уже в таком виде инструмент отслеживания индивидуальной разработки был бы очень неплох. Вот. К нему вообще, говорят, могли прибавляться еще более интересные штуки. Но эти более интересные штуки, разумеется, возникали уже не в момент индивидуальной разработки, а в момент разработки с админством. Тем не менее, мы их сюда прибавим, вот, а про то, как они используются в совместной разработке поговорим по коже. Значит, помимо хранения, восстановления и отслеживания фронта вашего дерева файлов, было бы очень неплохо иметь возможность вести несколько параллельных разработок. Параллельная разработка. Ну, если вы один, это, наверное, не так интересно, хотя я видел людей, которые реально разрабатывают сразу несколько, по нескольким фронтам разрабатывают свои приложения, и потом, значит, с этой шизофрении как-то справляются. Параллельная разработка по нескольким направлениям. Параллельная по нескольким направлениям, это, конечно, хорошо сказано. Ну, а как еще сказать? Ну, хорошо, пускай будет направление. Направление. В чем идея? Предположим, вы по утрам делаете изменения одни по вечерам в другие, и за один день не справляетесь. Вот. То есть, у вас вот таких вот развитий бывает, вообще говоря, два. Одно посвящено причесыванию, там, внешнего вида вашей программы, да, там, наведению порядка в графическом интерфейсе, например. А другое посвящено оптимизацию математики. Фактически, если вас двое, и один занимается одним, а другой другим, да, это еще более очевидная задача. Взять один и тот же код, и один человек занимается одним, а другой другим. В принципе, если аккуратно распилить этот исходный код на части таким образом, чтобы один человек работал только с одной группой файлов из исходных, а другой только с другой, в общем, никакой необходимости в параллельной разработке нет. Она образуется как бы сама собой. То есть, вот это твои файлы, это мои файлы, или это файлы графического интерфейса, это файлы, значит, математики, и как бы вот у нас они никогда не смешатся, все хорошо. Вот. Но, тем не менее, все равно гораздо удобнее, когда у вас, в смысле тестирования гораздо удобнее, когда у вас все исходные файлы соответствуют тому моменту, когда все работало, вот это, и только один, который вы меняете, ну, скажем, вот этот, ну, или группа, да, отвечающая, скажем, за математию, изменяется, а все остальные файлы берутся те, которые были, без изменений. И такая же история с параллельной разработкой там, то есть, той же самой внешнего вида, когда у вас какой-то другой файл, в котором лежит ваш ГУ, вы его и начинаете разработать отдельно. При этом все остальные файлы, сколько их там ни на есть, вы видите те же самые, но и здесь такая же картина. Вот. Получается что? Получается, что у вас вот эти две ветки, а это называется ветки, содержат работающую версию вашей исходной программы и только ваши изменения. Это очень легко тестить, это очень легко разрабатывать, это очень легко, все легко до тех пор, пока не выясняется, что теперь их надо обратно сливать. Вот. И тут начинается страшный процесс, который называется слияние или мерджинг. Ваше счастье, если вы действительно поделились файлами и ни у кого из команды не было изменений, внесенных в один и тот же файл. Это шикарно, значит, вы взяли их все, перемешали обратно. Вот, если вдруг по отчаянии там произошли какие-то изменения в интерфейсах внутри программы, ничего не заработало, люди договорились, отладились, все, все хорошо. Намного интереснее ситуация, когда при вот таком разделении труда, да, когда у вас идут две разработки параллельные, вносится изменение в один и тот же файл. Вот тут инструмент слияния, инструмент мержа, мерж, да, мерж. Вот это бранч. Или он же ветка. Один бранч два. Мерш. Операция слияния. Вот. Так вот, значит, в этом случае инструмент, который сливает две параллельные разработки одного и того же исходного кода в один, должен уметь заглядывать внутрь файла и там распознавать, в одном и том же месте сделаны изменения или в разных. Это уже довольно хитрая и хитромудрая штука. Существуют разные алгоритмы подобного рода слияния. Вот. Но опять-таки, если вы достаточно хорошо поделили друг с другом уже на этот раз не файлы, а прям те контексты внутри файлов, с которыми вы работаете, то такое слияние возможно. Вот в моем примере, когда один человек редактирует математику, а другой редактирует внешний вид, если вы не написали одну большую функцию, в которой перемешаны и то, и другое, то ваши два человека редактируют две разные функции. Если перемешали, ну, сами себе злобные буратины так делать не надо. Слияние. Значит, ветви разработки, да. Это был разговор о разработке как таковой, то есть о том, как вы увеличиваете возможности со своей программы, да. Каждый работает со своей версией общего дерева исходных кодов, а потом их сливают. Вот. Но на самом деле есть еще одна потребность. Я думаю, тут уже не видно никому, да, если я здесь напишу. Давайте я сюда напишу сверху. Вот. Есть еще одна потребность, которая напрямую вытекает из предыдущей. Смотрите. Если мы вообще научились делать такую штуку, как ветвить нашу разработку на предмет реализации какой-то функциональности там внутри, то помимо того, что мы, ну, понятно, значит, здесь вот условно говоря мы там дописывали одно, здесь дописывали другое, на самом деле мы можем точно так же заниматься этим ветвлением в процессе жизненного цикла разработки нашей программы. Ну, например, у нас есть всегда у нашего исходного кода то, что здесь всегда то, что называется production-версия, release. Не так напишу. Релиз. Тестинг. И development. Что это значит? Это значит, что у нас есть продукт, который выходит в production, в котором как можно больше всех багов по фикшену. Вот. У нас есть процесс development. И у нас есть в отделе тестирования какой-то гибрид между этим и этим. То есть фактически это… Нет, не так. Фактически это… Они как-то… Все в свое время произошли из одного корня. Фактически это релиз, в котором вы добавляете время от времени фичи из девелопера. Что-то накозили ваши девелоперы, тестировщики тестят. Опять что-то накозили, тестировщики тестят. В конце концов, тестировщики говорят… И выпускается следующий релиз. В это время разработка продолжается. Вот. То есть тот же самый механизм разделения на разные ветки и последующего слияния применяется уже не для того, чтобы внутри продукта что-то такое не мешая друг другу доделываться. А для организации жизненного цикла. Для организации процесса разработки. Вот. Фактически… Вот если кто-нибудь мне скажет из знакомых с процессом, чего еще требуется от системы контроля версий, то скажите, потому что я что-то не помню больше никаких задач. Я тут упустил одну важную задачу, но про нее мы поговорим сейчас отдельно. Тестирование это что? Громче, пожалуйста. Вы хотите немного вмешиваться, но там автоматически. Да, но автоматический тест не имеет отношения к задаче… Да, понимаете, да. Еще можно попробовать тестировать сборку, еще можно попробовать… Понятно. Это отдельная тема. Я сейчас говорю исключительно про происходные тексты и то, что с ними хочется делать. Если мы не заморачиваемся на какое-то взаимодействие между нашими разработчиками, то вообще говоря, из базовых функций это все. Вот. Давайте еще раз. Версионирование файлов, хранение истории файлов, хранение истории проекта, да. Фиксация в нем каких-то… Кстати, вот еще одна штука. Это фиксация… Значит, здесь у нас что? Release management. Release management. И вот здесь вот где-то должно было быть свойство, которое я не назвал. Давайте его все-таки запишем. Фиксация… Состояние проекта. Состояние. Вот. Ну, желательно работоспособных состояний. Да? Значит, фиксация работоспособных состояний. Восстановление таких состояний в процессе разработки, если вдруг вы все испортили. Вот. Параллельная разработка по нескольким направлениям и последующее слияние. Вот. И release management, который фактически представляет собой ту же самую параллельную разработку, только немножко другая дисциплина и немножко по-другому… Ну, задачи другие. Да? У нас фактически разработка ведется здесь, а вот сюда надо очень аккуратно это дело вливать. Вот. Вот такая картина. Это что касается задач. Но это не все задачи. Это не все задачи, потому что здесь… Я это стираю. Потому что здесь мы переходим к ситуации, когда у нас есть больше одного разработчика, и, соответственно, вся вот эта вот механика разработки, о которой мы сейчас говорили, внезапно начинает упираться в то… Какой у этих людей, ну, не знаю, там, рабочий график? Где они сидят? В каком месте? Какой у них доступ к тому хранилищу исходных текстов, которые они используют? Какова дисциплина этого доступа? Мы здесь упираемся в совместную разработку с другой стороны, со стороны, собственно, организации, чтобы друг другу люди не мешали. Значит, совместная разработка. У истории совместной разработки очень много разных названий. Вот. Можно вспомнить самую первую штуку, которая называлась ЦВС. Вот. Я знаю проекты, которые до сих пор хранят исходные коды в ЦВСе. Вот. Это, конечно, довольно жестокая вещь. И путем нескольких неосторожных движений можно было испортить хранилище так, что потом вручную приходилось его обратно собирать. То есть там вот шаг лево, шаг вправо и попадаешь в непонятное. Вот. Вот. Прямым наследником ЦВС, но лишенным многих его недостатков, является Subversion. Вот. И из таких вот централизованных систем контроль версии больше не вспомню. Наверное, SVN самый крутой. А, да, маленькое отступление. Возникает вопрос. Что мы, собственно, храним в наших... Когда мы храним историю, что именно мы храним? Ваше предложение. Вот мы программируем на C. Мы один и тот же файл на C, значит, потрогали за время нашей разработки, ну, скажем, 500 раз. Что у нас лежит в хранилище сейчас? Ну, очевидно, текущая версия файла. И еще что? Что такое история изменений? В каком виде? И какое? Какую строчку на какую меняли? А, да. Значит, окей. Значит, это маленькое отступление. Давайте его сделаем здесь вот на полях. Значит, что храним? Отлично. Значит, вот предложение с места. У нас есть файл, у нас есть его истории из 500 изменений. И, собственно, храним мы изменения. Мы говорим, в какой строчке, какую строчку на какую заменили. Кто может, нисходя с места, значит, изменения? Кто может, нисходя с места, сказать, какой недостаток в этом методе, учитывая… Ах, я там стер. Учитывая те задачи, которые мы должны решать. Нет, в предыдущей версии откатываться понятно как. Мы просто берем, значит, изменение вида. Удалили строчку такую-то, номер такой-то, да. Строка номер такая-то, n, такой-то контент. Добавили строчку такую-то. Или там несколько строчек, да, строка. Понятное дело, что откатываться довольно легко. Удалили вот это, добавили вот это. Понятное дело, что откатиться на, там, 500 назад придется, конечно, да, проигрывать все это задом наперед. Но до тех пор, пока у вас исходный текст в точности такой же, каким он был, ну, вот сейчас, да. То есть пока вы… эти изменения отлично работают, если у вас, вот, выходите туда и назад по дереву исходных текстов. Какая операция будет работать намного хуже, когда мы работаем с таким форматом? Ну, полный изменение файл всего лишь надо хранить два набора, да, весь удалить, потом весь добавить. Намного хуже будет работать операция слиянием, когда вот эти изменения применяются не совсем к тому файлу, который на самом деле есть. Потому что, если кто-нибудь из вас когда-нибудь работал со штукой, которая называется DIV и, соответственно, патч, это, если кто знает слово патч, если кто считает, что патч – это такой дешний, который ты запускаешь, и у тебя вместо, значит, одетых мужчин в 3D-шутере начинают бегать голые женщины, то нет, это совсем другое. Вот, это называется мод, о чем вы подумали, вернее, о чем я подумал. Патч, с точки зрения программистов, это такая утилита, которая в специальном формате как раз накатывает изменения вот в таком формате на исходнике, получая из одного другую, так вот даже в утилите патч и утилите DIV есть такая штука сохранения контекста, к которому применяется этот самый патч. То есть несколько строчек предыдущих, несколько строчек последующих, чтобы когда мы пытаемся его наложить, этот патч, и выясняется, что он не в той строчке, где написан, потому что кто-то еще чуть-чуть вставил где-то в начале, и вот эти номера все поехали. Тем не менее, глядя на контекст, то есть выглядит это вот, к сожалению, компьютер не показывает, выглядеть это будет так, что вот тут будет какой-то кусочек предыдущий, неизменный. Дальше. Что мы удалили? Старый текст. Рый – это слово «старый текст». Что мы добавили? Новый текст. А это контекст. Новый текст. И это еще один контекст. При совпадении вот этих контекстов, вот эта вставка может произойти, даже если номера строчек были другие. Дальше – больше. Мы можем захотеть потребовать, чтобы вот сами эти контексты тоже совпадали, ну, так. Ну, с точностью до пробела, например. Мало ли что, там, кто-нибудь пробел переформатировал, вот. Ну, не считать же, там, превращение табуляции в 8 пробелов изменением исходного текста программы, если она не написана на языке… Как его там звали-то? Есть такой эзотерический язык программирования, Space он называется. White Space. White Space, да, точно. Язык программирования White Space, в котором есть только три символа – пробел, табуляция и… Пробел, табуляция, перевод строки и еще этот самый, по-моему, перевод формата. Четыре. Ну, неважно. Короче, ни один из них не печатный. Но нет, мы про него не говорим. Мы, разумеется, говорим про исходные коды на нормальных языках программирования. Вот. Короче говоря, значит, главный недостаток хранения изменений – это довольно сложный механизм их слияния. Была такая утилита, которая называлась… Вот я не помню. Одна из них называлась Darks, а другая называлась… ТЛС, что ли? Пускай будет Darks. Написанная на Хаскеле, которая реализовывала исчисление вот этих дифов и умела их складывать, накладывать друг на друга, как-то их там, значит, строить из них какие-то деревья, замыкать их умело. Короче говоря, это такая вот разработка, значит, математическая. Человек явно стремился доказать, что, в принципе, вся вот эта вот арифметика дифов, да, она вполне себе построима. Вот. Я одно время ею пользовался, вот, после того, как оно иногда впадало в ситуацию, когда, ну, скажем, минут 30 жует исходные тексты для того, чтобы построить какое-то замыкание, вот, а потом у нее кончается память, я перестал ею пользоваться. Хотя я верю, что математически эта задача разрешена. Поэтому у нас второй вариант, второй вариант ответа на вопрос, что мы храним, довольно очевидный. Что мы храним? Если не изменение, то что мы храним? А? Все файлы? Совершенно справедливо. Все объекты. Вот. Ну, единственный недостаток этого способа состоит в том, что нам придется хранить все объекты. Это, ну, как бы много. С другой стороны, ну, вы напишите гигабайт исходного кода. Я нет. Вот. И мегабайт я с большим трудом напишу. Хотя я думаю, что вот у меня в этом самом, в системе контроля версии лежат исходники моих конфиг-файлов и скриптов, которые я написал на шелле, начиная с 2003 года. Вот там, я думаю, уже много мегабайт. Вот. Потому что я все время что-нибудь там исправляю. Вот. Кстати сказать, такого рода архивы, которые хранят все объекты, они очень хорошо упаковываются. Потому что там куча-куча похожих файлов. Если очень надо, можно их упаковать и хранить в упакованном виде. Вот. Соответственно, когда-то на заре всего этого, когда пространство было дорого, дисковое, хранили изменения. Вот. Современные, современные системы контроля версии, скорее всего, хранят все объекты и не мучаются. Это я беру в скобочки, потому что это не система для совместной разработки. Это чисто индивидуальная. Из современных модных, сейчас я вспомню, Fossil. Вот. Это очень смешная штука. Исключительно для индивидуальной разработки. Вот это вот индивидуальные. Давайте я напишу. Вот. Очень смешная штука. Это одновременно из системы контроля версии, и там что-то еще, и что-то еще. И makefail она же делает. Короче, все в одном флаконе. Совместная разработка. В чем главная задача совместной разработки, ну, вернее, главная задача системы контроля версии, которая определяет совместную разработку? У нас есть несколько разработчиков, которые, собственно, что-то делают. Улучшают, исправляют, ухудшают, вносят ошибки и так дальше. И у нас есть, значит, наш волшебный этот самый исходный код. Я не знаю, похоже это на сундучок, не похоже, неважно. Вот. У нас есть волшебный исходный код, который, собственно, они все хотят улучшить. И поскольку эти люди, это люди, людям свойственно ошибаться, делать все не вовремя и так дальше, вот эта ситуация работы с единым исходным кодом вместе накладывает довольно много дисциплины на эту работу. Вот. Как вы понимаете, даже когда вы работаете только сам с собой, все равно некоторая дисциплина нужна. Вот в той картинке, которую я стер, было как минимум два, две заявки на дисциплину. Заявку номер один. Вы фиксируете те состояния ваши в проектах, в которых он работает. Ну, или если вы только начали его писать, там, не знаю, компилируется. Не надо фиксировать такие состояния, в которых заведомо есть ошибка, недописанные файлы и так далее. Вот. И второе, вы для того, чтобы развивать разные фичи вашего проекта, делаете отдельные ветки, а потом их сливаете. Не надо пытаться одновременно все делать в одном и том же файле. Вот. Уже для индивидуальной работы есть некая дисциплина, про которую мы поговорим, когда… Вот я буду показывать пример. А уж для работы совместной этой дисциплины там просто целый сундук, сплошной дисциплины. Смотрите. Предположим, у нас наша система контроля версий совместная устроена вот таким образом, как я сейчас показал. То есть, у нас есть исходное дерево, пришел с код. Прелесть наша. Вот. И несколько людей, которые имеют право его менять. Значит, что у нас появляется? У нас появляется у каждого рабочая копия. Давайте я перерисую, чтобы было понятно. Вот у нас, значит, есть исходный код. Там где-то. Это work-копия. Копия. Рабочая копия, в которую пользователь, не пользователь, а программист вносит изменения. И в какой-то момент должен ее синхронизировать с исходным кодом. Поработал, внес изменения. Поработал, внес изменения. Грубо говоря, вот это находится на его компьютере, а вот это находится где-то на сервере. Пока он один, все, в общем, мало отличается от того, как мы говорили про индивидуальную разработку. Поработал, внес изменения, поработал изменения, все хорошо. Как только таких пользователей становится много, совершенно непонятно, по какому принципу они должны осуществлять вот эту синхронизацию. Если они это будут делать одновременно, все взорвется. Если пользователь номер один будет делать это первым, то пользователь номер два не может непосредственно вот туда что-то залить. Он должен сначала забрать измененную версию тем пользователем, затем совершить у себя здесь мерш, и затем уже померженный вариант положить обратно. Понятно, да? Две группы изменений невозможно вместе одновременно. Я сейчас исключаю ситуацию, да, вот, я не знаю, кто-нибудь из вас видел такую организацию, совместная работа, когда есть одна файл-помойка такая, общая шара, и там такие виды, как бы у каждого просто свой подкаталог, вот, и каждый там что-то делает, а потом, значит, они собираются вместе, садятся за один стул и начинают, значит, эти исходные коды как-то вот сливать. Я такое видел. Вот тут опытные люди кивают. Ну, вы можете себя вот хотя бы на секундочку вообразить в подобной ситуации, да, и ужаснуться. Таким образом, нужна какая-то очень четкая дисциплина, в каком порядке кто заливает на вот эту вот, на этот сервер, и что он туда заливает. Не дай бог, вот эта операция не произойдет, и пользователь номер два зальет туда все файлы, в том числе и те, которые пользователь номер один изменил. Ну, вернее так, он этого, конечно, не сделает. Система контроля версии скажет, вот этот файл заливать нельзя, он на сервере изменился. Вот. Дисциплина. Второе. Как часто они могут это делать? Вообще говоря, не очень часто, потому что ситуация, когда ты поменял файл, решил его положить в... поменял файл в дереве рабочей копии, решил его положить на сервер, а там уже другое, очень раздражает, потому что вообще мержинг как таковой, это довольно сложная операция. Особенно если оба разработчика прошлись по одному и тому же месту. То есть, с точки, когда у вас есть одно большое общее централизованное рабочее пространство, то чем реже вы туда складываете изменения, тем проще жить вашим коллегам до тех пор, пока им не придется выполнять этот самый мержинг. С другой стороны, чем больше вы сделали изменений, тем больше шансов, что вы эти изменения произвели таким образом, что вот эта операция мержинг вот здесь вот пройдет очень болезненно. На лицо конфликт интересов. С одной стороны, надо синхронизироваться нечасто, с другой стороны, если вы это будете делать слишком редко, то операция слияния будет очень-очень дорогая. Значит, если мне не изменяет память, я наблюдал совместную разработку на базе как раз SVN, там примерно раз в день. То есть, вот ты в конце рабочего дня садитесь и все, что вы наделали, заталкиваете на сервер. Потом чиф-программер все это вынимает и начинает, значит, из этого лепить работающий исходник и опять заталкивает на сервер. Как этот процесс можно слегка улучшить? Этот процесс можно слегка улучшить, если взять и начать вводить какие-то права доступа. Вот у вас есть проект, но пользователь номер один, вот эти файлы для него read-write, а вот эти файлы остальные для него read-on-ly. А у пользователя номер два вот эти файлы read-write, а вот те read-on-ly. Прямо на уровне файлов, каталогов. Вот туда можно писать, туда нельзя писать, туда можно, туда нельзя. Если разработчики работают над разными задачами, действительно, введение прав доступа к репозиторию, хранилищу, оно, с одной стороны, уменьшает количество конфликтов, с другой стороны, естественно, усложняет и без того непростой процесс разработки. Что еще здесь можно сказать? Ну или вы вводите в качестве дисциплины, что прежде чем что-то куда-то публиковать, вы сначала должны обязательно синхронизоваться, помежите только потом. Такие дела. На самом деле ничего страшного и такого совсем противоестественного в такой дисциплине разработки нету, особенно если вот эти два человека, или сколько их там ни на есть, могут взять, пешочком прийти туда, куда-то в офис, да? Встретиться и по-быстрому все эти свои проблемы порешать. То есть до тех пор, пока это одна и та же команда, которая фактически сидит в одном и том же офисном помещении, любая информация, требующая синхронизации, очень быстро, оперативно, я тут закоммитил, пожалуйста, вот я случайно закоммитил плохую фигню, пожалуйста, ни в коем случае не мерзь, я сейчас все поправлю. Ага. Вот. Или там, не знаю, в каком чатике сидят. Короче говоря, если этот проект устроен таким образом, что им можно руководить в реальном времени, то режим совместной разработки с общим репозиторием вполне себе пригоден. В любой момент, когда происходит какая-то нештатная ситуация, люди, находящиеся в непосредственной оперативной связи друг с другом, посылают какую-то сообщение или что-то такое по каким-то внутренним протоколам. Это уже как заведено, как устроена корпоративная дисциплина разработки. И у них все получается. Однако, однако, это ситуация, когда, повторяю, процесс управляемый и управляемый в реальном времени. Мы же, особенно в случае свободного софта, ну и вообще в современном мире это все больше и больше имеет распространение. Видимо, здесь слишком мало. А, вот здесь можно убрать. Имеем дело с ситуацией, когда разработчики зачастую вообще не знают, когда они начнут делать то, что они начнут. И когда у них это получится. Потому что в случае свободного софта их вообще никто не заставляет, кроме их собственного желания. Потому что они могут находиться в любых уголках земного шара. Потому что у них разные часовые пояса. Потому что у них разные мотивации. Потому что один делает свободное время, другой нет. Ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. Что приводит нас к схеме, которая называется распределенная система контроля версий. Так, это плохой мил. Дистрибьюирует это version control system. Вот. Мы знаем из них три штуки. Такие самые популярные. Это GIT. Это Merkurial. И это Bazaar, который используется в Ubuntu. Наверное, есть еще. Но я не знаю. Прямо сейчас не вспомню. Общая идея всех распределенных систем контроля версий состоит в том, что у нас нету в… В… Как это правильно сказать? В самой технологии распределенная совместность есть, а централизованного хранилища нету. Как так? Так. Смотрите. У нас есть какое-то количество разработчиков, у которых у каждого, у каждого есть его рабочая копия. На самом деле, в случае GIT, например, рабочая копия в точности является хранилищем. То есть там хранятся вообще все объекты. Это не какие-то файлы, скачанные откуда-то. Это полная копия хранилища. Один в один. И тут же есть публичный, его же публичный репозиторий, с которым он, собственно, взаимодействует. Он туда публикует, он как бы… Аналог вот этой штуки, но для каждого свой. Локальный рабочий копия. Давайте их так подведем. Вот он тут сидит дома. А вот это у него публичный репозиторий. Процесс разработки для каждого из этих персонажей выглядит так. Он что-то поделает. Когда он поймет, что то, что он поделал, работает, и это пригодно к публикации, он это опубликует. Практически аналог вот этой картинки, за исключением одной вещи, про которую я сейчас расскажу. Вещь чистая идеологическая, и мне кажется, что ребята, которые проповедуют вон ту идеологию, могли бы до нее дойти, но не дошли. Доступ к этой штуки имеет только вот этот товарищ. Это его публичный репозиторий, который он, собственно, показывает всем. Здесь та же самая картина. Когда приходит пора совмещать разработку, эти люди что делают? Они просто берут вот так. Сделают здесь мерш. Давайте вот. Нарисуем чуть по-другому немножко. Мерш. Выполняет операцию слияния. И публикует обратно у себя. Все. Вот этот товарищ замерзился вон с тем товарищем. Теперь его репозиторий содержит версию, которая унаследована и от этого, и от этого. То же самое может сделать этот после этого. Он берет так тоже. И работа продолжается. У каждого свой. Таким образом, фактически, у нас есть несколько публичных хранилищ, с каждым из которых работает очередной разработчик. Если у нас больше разработчиков, у каждого такое хранилище. И никаких ситуаций блокировок, разумеется, нет. Когда хочешь мершиться, когда хочешь публикуй. Дело только зависит от дисциплины. Но встает вопрос. А вот у нас есть еще чиф-программер, да? Такой, как это сказать, сильный программист. Сильный программист. Да? Что делает он? Как он всей этой ерундой руководит? Ведь его задача, ну, например, делать релиз. Ответ. Он просто заводит свой репозиторий. И он вообще ничего не программирует. Он только берет... Ну, вернее, не так, да? И мержет. Он настолько крутой, что ему даже писать не надо, программировать не надо. Он просто чужие репозитории берет и как бы воедино складывает. Разумеется, в процессе мержинга он иногда что-то правит там. Ну, понятно. Он же все-таки чиф-программер. Он сильный программист. Видите? Вот. Давай. Вот. И вот этот репозиторий как раз и считается нашим этим самым эталонным. вот отсюда весь прогрессивный мир скачивает эти исходные коды, собирает там у себя, значит, ну и так дальше. Вот эти, они у них персональные. Вот этот, это как бы публичное лицо проекта. Фактически мы воспроизвели вон ту схему с двумя изменениями. Изменение первое состоит в том, что у нас ввелся второй уровень косвенности, да, в виде вот этих вот публичных репозиторий, в которые разработчики друг с другом делятся, да, а об основном миру, в общем, не обязательно про них знать. Вот. А второе изменение, сейчас расскажу. Да, значит, второе изменение состоит в том, что на самом деле оно нулевое. что у нас вообще нет ситуации, когда кто-то имеет доступ в одно и то же место на запись. Просто нет, да. Вот более одного человека никогда в один и тот же репозиторий не пишут. Вся технология встроена исключительно по, ну, пул, то, что называется, не пуш, а пул технологии. Да. Когда у вас для того, чтобы произвести какие-то изменения, вы вытягиваете предыдущую, ну, как бы другую версию, да, и с ней, с ней производите какие-то, вы вытягиваете, не к вам вкладывают, а вы вытягиваете. Инициатива всегда ваша. То есть, таким образом мы защищены от всей вот этой странной онлайновой дисциплины синхронизации. Никогда не будет ситуации, что я хочу положить в репозиторию, а там нельзя. Или я положил в репозитории, начинаю класть в следующий раз, а там все изменилось. Такого не бывает, это мой репозиторий, что хочу, то и делаю. Зато количество вот этих мержей увеличилось, потому что там идет работа, и в какой-то момент мы говорим, давай сюда, да. Здесь идет работа по всем узлам, и наш чиф-программер постоянно занимается тем, что вынимает обновленные коды, что-то с ним делает, ну и так далее. Я не слишком запутанно рассказываю. Значит, и третье очень важное изменение, о котором, собственно, я хотел... Пока компьютер работал, я хотел поговорить только о нем. Вот. Состоит в том, что мы очень сильно меняем дисциплину индивидуальной разработки, когда работаем с распределенной системой контрольной версии. Смотрите. Помните, что я говорил про вот эти транзакции синхронизации? Они не должны быть слишком частые, не должны быть слишком редкие. Если они будут слишком частые, мы все время будем запирать хранилище, оно будет постоянно убегать, и человеку приходится вот, вот, вот... Да? Если они будут слишком редкие, то каждое слияние будет очень дорогой и болезненной операцией. В случае, когда вы работаете с системой распределенной контрольной версии, операция синхронизации и операция то, что называется коммита, помещение изменений в хранилище, это разные операции. Которые час, у кого часы есть? Здесь мы... Отлично. Мы еще про гид успеем поговорить. Значит, смотрите. Индивидуальная разработка идет каким образом? Разработка. Что ты хакаешь? Хакинг. Хак-хак-хак. Пункт номер первый, да? Пункт номер второй. Попробовали. Тестинг. Это было слово тест. Сейчас напишу по-человечески. Варианта два. Не заработало или неудовлетворительно. Понятно, что слово тестинг в данном случае я имею в виду, если вы только-только начали разрабатывать, может быть, там даже и до компиляции дел не дошло. Просто посмотрели, ну, вроде норм. Тест прошел. Что-то не то. Тест не прошел. Если не работает, продолжайте хакать. Если вы считаете, что вот это состояние годное, вы делаете commit. commit – это фиксация состояния вашего проекта. Вот ровно по той схеме, которую, помните, там было, когда у вас несколько файлов меняются, 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 потом раз и фиксируем. В commit может входить один или несколько файлов. Это все… Есть варианты. Есть варианты. Вот. Главное, что результат вашего коммита – это минимально возможное изменение, не ухудшающее состояние проекта. Да? Прямо давайте напишем. Минимально возможное. Минимальное. Тем не менее, ну, осмысленное. Как это понять? Как правильно сказать? Минимально осмысленные изменения. Значимое. Да. Спасибо. Минимальное значимое изменение. Изменение. Не ухудшающее состояние проекта. Не ухудшающее состояние проекта. Естественно, с вашей точки зрения, вы не чиф-программер, вы не знаете, сколько ошибок внесли в это время. И вы не бог, естественно. Да? Возможно, вы вносили туда кучу ошибок, но ваши тесты проходят. Например, тест состоит в том, что вы прочли исходный код и он вам понравился. Это тоже годится. Зависит от того, как вы договорились. Но до тех пор, пока, как только у вас, значит, еще раз, как только вы внесли нужные изменения, вы немедленно их коммитите. Вот. Правило. Одно изменение – один коммит. Два изменения – два коммита. Почему так? Потому что вот этим коммитом вы не меняете в состоянии вашего публичного репозитории ничего. Коммит – это только изменение вот этой части. Помните, я говорил, что в случае SVN вы работаете с некоторой рабочей копией файлов, а репозиторий у вас один вот здесь, вы должны его синхронизировать. В случае GITA, этого самого Меркуриала, про базар не знаю, но, видимо, тоже, вы работаете на самом деле с репозиторием. Просто он внутренний, лежит на вашем диске. Коммит. Опять же, если для того, чтобы ваш проект начал по-человечески работать, нужно ни один коммит, ни одно такое изменение, вы продолжаете хакать. Если же вы наконец дохакались до того, что у вас не просто все хорошо с этими изменениями, а вы скомпилировали, прошел тест, что-то потыкали пальцем, оно работает, значит, пора публиковать. Пуш. Публикация. И в этот момент ваш исходный текст прижает вот сюда. И становится виден всем. Вот это вот механизм индивидуальной работы. Обратите внимание, здесь ни разу не было никакого мержа. Как только вам кажется, или по каким-то внешним каналам, или по каким-то каналам, которые входят в вашу дисциплину корпоративной разработки, вы получаете информацию от других разработчиков о том, что у них готово, или, например, вы от чьих программитра получаете, получаете информацию, что у вас вышел очередной релиз. Вы делаете мерж, я думаю, где-то отдельно тут, да, один штрих, мерж. Вот. И дальше по кругу. Тест. Если, как бы, что-то там надо доделывать, доделывайте. Оформляете это в виде коммитов. Одно изменение, один коммит. Заработало. Публикуете. Вот. Главное отличие, третье, номер три, которое я хотел назвать в случае, когда вы используете распределенную систему контроля версии, это вот это правило одно изменение, один коммит. У нас нету ограничения на вот эту блокировку. Мы можем себе позволить так много коммитов, так много изменений отдельных, как нам удобно. Вот. И это очень, очень сильно облегчает последующий мерж, надо сказать. Прямо вот на порядок. Этот коммит приложился, этот коммит приложился, и этот не приложился. Залезли внутрь, начали разбирать, почему не приложился. То есть ситуация, когда у вас полторы тысячи строк разницы с исходным проектом, и один большой панч на, соответственно, сколько там было, три тысячи строк, и он не приложился, это очень печальная ситуация. А когда у вас эти полторы тысячи строк превращаются в 50 коммитов, и из них, извините, 42 приложилось, а 8 нет, причем каждый из них, обратите внимание, каждый коммит сопровождается коммит-месседж. Он комментированный, описанный. Вы пишете, что именно вы сделали. Об этом мы будем отдельно говорить, что такое коммит-месседж. Плюс описание. То есть, про каждый коммит, который вы замерзли с вашего товарища, ваш товарищ написал, что именно он сделал, какую задачу решал. Ну и вы видите, какие файлы изменялись. Соответственно, вам достаточно просто принять решение относительно того, а как же этот коммит приложить. Обязательно есть описание. На этом, собственно, различие, видимо, заканчивается. Я видел людей, которые стремятся, например, из гита устроить вот такое вот безобразие. Не делайте так. Потому что на самом деле вот эта схема, она от этой в худшую сторону не отличается ничем. Ну, в конце концов, вы можете завести вот этот вот общий пришел сорс и разрешить всем туда складывать. Но на самом деле это не улучшит процесс разработки, а только ухудшит его. Вот. Все равно должен быть кто-то, кто принимает решение. Ну вот. Тут, конечно, мне бы показать, как это сделано в гите, но как бы пока что мы решаем проблему компьютера. Вот. И у нас осталось сколько? 15 минут, да? 10. Отлично. Тогда давайте поговорим про гит. Чисто исторически. Так. Чего-то я еще не сказал, да? А, ну, не важно. Сейчас буду рассказывать про гит, вспомню. Ну, для начала. Для начала история у гита такая. Значит, один из таких уважаемых деятелей нашего, сообщества Александр Баковонь, еще больше уважаемый, в смысле, еще больше активный деятель сообщества Самбо Тим, один из ключевых разработчиков Самбо. Это реализация сетевых протоколов, как там, ЦИФС под Unix-системы. Был чуть ли не свидетелем этой истории, поэтому он ее любит рассказывать, а я ее расскажу в кратком пересказе. Значит, история была такая. Во времена Оны, когда до Linus дошло… Значит, да, систему контроля версии Git разработал никто иной, как Linus Torvalds. Если кто не в теме, он еще и ядро Linux разработывает до сих пор. Правда, кажется, туда уже ничего не программирует. А что он делает? Вот он делает ровно то, что вот тот толстый чувак, который только что стер. Причем вот это он делает в количестве, ну, для нас с вами просто невообразимо. Он просто вот прям сидит и ковыряет. А пишет он, по-моему, софт для этих… для подводного… для дайвинга, короче, какой-то, для себя. Вот. Значит, во времена Оны, когда до Linus дошло, что нельзя держать все это в одном… как это… в одной файлой помойке исходники ядра Linux. Вот. Более того, что какой-нибудь CVS для этого не пригозен, потому что… потому что Linux как ядро уже тогда развивался по достаточно развеситой схеме. Там было много контрибьюторов, не только сам Linux. И никакой общего ресурса у них не было. Вот. Завелся человек, сейчас я не вспомню его фамилию, к сожалению, который написал специальную систему контроля версий под названием BitKeeper. Вот. Это была распределенная система контроля версий. Уже достаточно неплохая. Построенная по принципу вот примерно такому, как мы сейчас… как мы сейчас… говорили… сказать, насколько она была распределена, я не помню. Главное ее недостаток – она была закрытая, она была несвободной, исходных текстов от сервера не было вообще. Они, значит, этот товарищ организовывал эти сервера, которые автор… Вот. А клиента, тоже, только в бинарном виде, он, значит, раздавал бесплатно своим друзьям-линуксоидам, потому что он был такой отчаянный хакер и, как бы, очень уважал линуксоидов. Ну, такой хакер закалки прошлого тысячелетия. Вот. С опенсорсом, в общем, как бы… ну, понимаете как, что такое хакер прошлого тысячелетия? Это человек – гора, который может все, там, open source, не open source, ему все равно. Вот. Значит… И вот, значит, в таком виде это все довольно долго жило. Клинусу приставали, говорили, ну, ты, вот, у тебя, значит, ядро под свободной лицензией, а биткипер этот самый совершенно не свободный, ничего так это не щемит, нигде не повыхает. Вот. Ну, Бинус говорил, ну, там, это прекрасное произведение. Вот. В какой-то момент человек по кличке Тридж. Энтони, что ли, Триджил? Или Тони? Тони Триджил из Samba Team. Тоже такой хакер, такой на всю голову. Взял и подключился к серверу вот этого биткипера с помощью программы Tillnit. Выяснилось, что, ну, как полагается, клиент серверный протокол был абсолютным текстом. Он нажал там help, ему вывелся help, он давай, значит, вручную вводить команды. И, короче говоря, шаг за шагом зареверсал протокол биткипера и написал свой собственный клиент на перле. Вот. На что автор этой штуки обиделся просто кровно. Сказал, все, больше вам не будет бесплатных никаких, значит, программок. Вот. Не хочу больше с вами дружить. Вы, значит, зареверсили мой волшебный протокол системы контроля версий. Вот. А Linux страшно перепугался, потому что это был какой-то такой год, надо понимать, 2001 или около того. Не помню точно. Может, чуть позже. Короче говоря, Linux уже был безумно популярен. И Linux, когда только пришел в голову тот факт, что вот сейчас у нас раз и навернутся все сервера, в котором идет совместная разработка, потому что нам внезапно автор отказал из-за активности этого самого несчастного 3G. Короче, вместо того, чтобы эту ситуацию разрулить, он начал некоторое время на 3G наезжать, говорит, вот что ж ты сделал, такой-сякой, нехороший. Вот. Понятное дело, что… Linux был еще молодой, неопытный. Понятное дело, что это подняло, ну, просто… Ну, короче, это был вентилятор с вот такими лопастями. Вот. Набросило просто на всех. Это подняло бурю эмоций. Вот. Linux очень быстро поставили на место. Сказали, ну, слушай, ну, вот кто из этих двух, как бы, ну, нормальный человек? А кто жадина-говядина? Ну, вот. Короче говоря, впечатлившись этим делом, Linux заперся и за месяц нахакал штуку, которую со свойственным ему самокретизмом назвал Гид, мерзавец. Вот. Кого он имел в виду неизвестно, возможно, себя. Вот. Прототип был написан, кажется, на перле. Его довольно быстро стали переписывать. Или, наоборот, он был написан на сей, довольно быстро к нему начали приделывать штуки на перле. Короче говоря, к этому моменту Linux настолько хорошо понимал, как вообще нужно ввести совместную разработку. Вообще, Linux очень крутой комьюнити-менеджер именно по части open-source. Да? То есть, ну, реально очень крутой. Он, правда, очень хорошо мне это делал. Он настолько хорошо понял, как нужно это делать, что ядро немедленно и почти что безболезненно туда переехало. И буквально там за пару лет Гид стал самой популярной системой контроля версий. Вот. Ну, то есть, вот сейчас, когда говорят про распределенную систему контроля версий, иногда даже не вспоминают, что есть какие-то другие. Хотя вот есть этот самый активно продвигаемый Ubuntu и базар, и Меркуриал, у которого есть свои достоинства, скажем так. Вот. Тем не менее, публичные порталы, которые предоставляют доступ к хранилищу кона, в первую очередь озабочены тем, чтобы там был Гид. Ну, вот, GitHub, да, GitLab, что еще мы знаем? Savannah. Какие еще есть такие большие хранилища? А? Bitbucket, да. Понимаете? Да, у них есть там SVN-интерфейсы, еще какие-то интерфейсы. Ну, в общем, те, кто не успел сделать поддержку Git, те внезапно куда-то вот попали в конец очереди. Такие дела. Значит, принципы организации ГИТА довольно простые, да. Они точно, они совпадают примерно вот с тем, не в точности, но в большей степени совпадают с тем, что я нарисовал. Значит, рабочая копия… Да, ну, во-первых, Git – это DVCS, естественно, распределенная. Рабочая копия равняется репозитории, то есть у вас на компьютере находится полноценный репозиторий всего. Цикл разработки выглядит примерно так же. Hacking – commit – push – публикация, то есть он из трех частей состоит. Разработка – commit – push, причем… Включает в себя наличие публичного сервера, разумеется. Вот. И что еще? Хранятся, да, хранятся, естественно, все объекты. Хранение объектов. Всех объектов. Поддерживаются, понятно, значит, ветки, теги. Да, значит, я забыл сказать про теги. Смотрите, иногда хочется не только к commit-у приписать какое-то сообщение относительно того, какую работу вы проделали. Иногда хочется какое-то из состояний вашего репозитория пометить отдельно со словами, а вот тут у меня прям релиз вообще. Или я хотел почистить гуй своей программы, вот я его чистил, чистил, чистил и, наконец, почистил. То есть, помимо, значит, ветки, как перевести слово тег на русский язык? Ярлыки. Вот. Ну и много всяких других штук, про которые будем, частично будем рассказывать, частично нет. То есть, так вот, иногда хочется пометить состояние вашего проекта отдельной надписью, да, и описать, что произошло прямо в этом проекте. Чтобы потом на эту надпись можно было ссылаться. Не просто там номер коммитов, уж номер коммитов в этом самом, в ГИТЕ, это просто МД5 контрольная сумма вот такой длины. Она ничего не значит, а тег он значимый. Вот. Значит, да. Хранение всех объектов по контрольной сумме. Там взят МД5 хэш такого размера, что совпадение контрольных сумм у двух различных файлов, вероятность этого совпадения ниже, чем вероятность того, что ваш компьютер встанет и убежит. Вот. Сам. Просто все атомы полетят в одну и ту же сторону. Ну, или примерно такая же. Соответственно, что еще? Угу, угу, угу. Угу. Из таких основных принципов. Ну и да, никаких, никак… не предполагается в изначальной модели совместного доступа к одному и тому же предпозитории, а предполагается какой-то информационный объект. Такие дела. Значит, в следующий раз мы тогда вместо вот этого всего разговора просто все эти командочки потрогаем, заодно посмотрим на некий исходный код и посмотрим, как он растет. Да, вот будет пример работы с ГИТом. Значит, чтобы закончить, чего не хватает этой схеме явно, когда мы говорим просто про ГИТ, да? Чего в этой… если мы занимаемся совместной разработкой на базе ГИТа, чего тут не хватает очень сильно? Кто может сказать? Не хватает информационных каналов, по которым мы будем синхронизироваться относительно состояния наших репозиторий. «Смотрите, я вот сижу у себя что-то поделал, даже я что-то опубликовал. Как тот факт, что я что-то опубликовал дойдет до всей моей команды?» ГИТ как таковой, да, никак не регламентирует вот этот информационный обмен. «Допустим, если мы все одновременно зарегистрируемся на ГИТХАБе, а мы именно это будем делать, в домашнее задание на сегодня входит регистрация на ГИТХАБе, если кто еще не зарегистрировался. Так вот, значит, если мы все одновременно зарегистрируемся на ГИТХАБе, на ГИТЛАБе, ну, в каком-то таком, значит, в каком-то таком портале, там будут свои собственные средства информационной доставки таких вещей. Кто-то что-то закомитил, фигак, все получили об этом уведомление, кто хотел. Или, допустим, у нас вот в комьюнити, в Altlinux, значит, в Altlinux Team, когда ты публикуешь что-то в свой репозиторий, точнее, не делаешь просто push, а публикуешь тег, да, публикуешь ярлык. А публикация ярлыка всем, кто хочет, всем, кто подписался, рассылается сообщение по почте. Вот. Значит, это первый недостаток, вернее так, первая очевидная вещь – рассылка уведомлений. И вторая очевидная вещь – это как связаться с сопровождающим репозиторией на предмет того, я тут много чего поделал, не хочешь помежиться со мной. В случае централизованного контроля версии мы все откладем в одну и ту же коробку. В случае распределенного у каждого коробка своя. Нужен какой-то механизм, как уведомить товарища, что у тебя готово. А уж если ты какой-то сторонний человек и хочет предложить свою помощь, то вообще непонятно – письма писать. Но это тоже можно. Вообще, если посмотреть внутрь гита, мы увидим, что там очень много инструментов оформлено таким образом, что вы просто по электронной почте посылаете письмо, и в этом письме уже все есть. И commit message, и идентификатор, и привязка к истории. Ну, вернее, привязка следует из идентификатора. И, значит, кто предлагает изменений. И потом ты берешь этот текстовый файл, который ты получил по почте, и скармишь его гиту, и это изменение применяется и кладется в нужное место. История. Вот. Такое тоже можно. Электронная почта вполне годится. Вообще хороший инструмент, несмотря на то, что им пристали нормально пользоваться. Вот. Но оперативное информирование о том, что вот, пожалуйста, примите у меня патч, так называемый pull request. Да? Скачайте у меня, пожалуйста, я тут крутое сделал. И этого сам гит не регламентирует. Это регламентирует различные порталы, например, GitHub. Все. Мне кажется, я вывел свое время. Вот. Тогда всем спасибо. Следующая часть у нас чисто практическая. Мы частично занимаемся гитом и частично занимаемся питоном. Да, вопросы какие? Понятно. Вопросов нету. Ну, тогда всем спасибо. Спасибо. Спасибо.